всем привет на моем канале продолжаем подумала подумала я же не сказала про молоко не сказала какой у меня какая у меня настойка вот молоко и сейчас покупаю вы далеко наверно вас там нет таких поставок амурская раздолье 4 процента я почитала что молоко питьевое топленое ультра пастерилизованная масса жира 4 процента но и не только прочитала я взяла на пробу так тут сколько 0 75 и стоит стоит семьдесят девять рублей открывается очень хорошо пластмассовая я чаю налила вот думаю очень вкусная ну вам наверно мышь там все но кто-то же его мужской области вот очень вкусный чаек да еще и со своим зефиром хотя вкусно талант надо иметь ко всему я слушаю когда здоровается там один он украинец или украинец как можно сказать удачи моим мы мыли мои хорошие мои любимые мои любимые здрасте мои хорошими любыми и пошел ругать всех любимых подряд нам беззлобный молодец все равно так понимаешь что доход чего чего на всех внимание большая надо больше снять больше и получить просмотров не все ему а ну знаешь как сердце вот и надо брать как вот женщины берут сердце давление поднимает зачем только больше пишут и просматривают но вкусно свой зефир это не то что состав яблок пюре яблок сама делала пюре бананов сама делала взбивала взбивала бзк и я сейчас мне все здоровый до Great ялоко планетарный все взбила через насадку красота мягкие ну хорошие и же знаешь что никто туда не плюну вST знаете анекдот мужик пришел в кафе. Ему понесли кофе. Опа! Он говорит, я вас просил кофе с пенкой. А вы мне что принесли? Ну, а ведь сам взял и плюнул. И говорит, с пенкой. А я так с ним делась. Ну, сами поймите, когда нервы играют. Кто-то обслуживает. Но это подчеркивает то, что мы не знаем, что на кухне вообще делают. А на вид же красивая. У нас красивая на вид. Ну, никто не знает, кто там пальцем провел, кто-то чихнул, может быть. А если специально, то вообще там что-то себе делают. Об этом я вообще не говорю специально. А вот даже так. Где-то в перчатках в руку это. И тут же он взялся, понес, допустим, вам. И нечаянно палец туда у него. Он раз, а вовремя. А он-то уже там побывал палец. Ну, вот такие страшилки я. Я вообще пить, и это я в глубокой молодости еще пришлось на студенчестве. А так я не ходила, потому что он никогда. Тоже жареную картошку в пакетке слаживает. Ну, в перчатках. Ну, в перчатках он может и в туалет сходить. И тут же прийти опять нагребать. Такую я не могу. Я когда увидела, я когда про перчатки так не подумала, когда увидела, в стоматологии ходила, и мужчины со смотрового кабинета стояли, курили на крыльце. В перчатках. Покурили. Пошли в свой кабинет. Ты заходишь, открываешь рот, они тебе в перчатках считают. Чего есть, чего нет. И все. Они-то перчатки, они себя от нас огораживают. А не нас от них. Одна женщина стоматит заработала, ходила оставлять зубы. Так что вот такое вот. Стараюсь дома. До чего? Скоро конфеты буду дома делать. Вино я не умею делать. Там процесс такой. Ну вот такую наливочку я сделала. Когда было много клубники летом, я отжала сок клубники и залила очень хорошей водкой. У меня получилось так. Половина вот клубники, половина водочки. Ну вот, с июня стоит. Не пробовала, не знаю, но надо. Она была мутная, она всегда сразу мутная. Но мне мужчина один учил, как они с винограда делают. Они отстаивают, потом сливают, а на донышке будет все-таки мутновато. Мутя-то не надо. Опять переливают, и опять она стоит там годами. Сколько там лет или месяцев. Там они опять переливают. Вот такая светлая. Так что вот будет день рождения у меня. Ну мы никто не любим такое с водкой. Ну а можно выпрямить. Почему? Ну так это, желательно, конечно. Ну и вино. Какое там они с чего делают. Вино тоже. Я выпью это красное вино. Как помолить. Ну главное сладко. Ну вот наговорила. Теперь только что сказала. Вот. Там его я очень люблю. Но проблема ее очищать. Кто бы мне ее очищал? Вообще, у меня бабушка бы ее делала. Кто бы, что бы ей делала? Я ее чищу, 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 чищу. На дольки разделила и думаю, скушать мне или не скушать? Ой, мне охота так чистить. И не ем. Ой, ну вот. Ну все. Наговорилась от души. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. Любимым. Мои хорошие, мои любимые. Я копирую этого мужчину. Он неплохой так. Он такой взрывной. Ну, наверное, так надо. Если они по несколько лет, они уже знают. Может быть, ругаться им в пользу. Не знаю. Ну ладно. Пока-пока.